Почему же нам трудно принять эту точку зрения? Почему мы до сих пор ищем какие-то еще более глубокие, более внутренние механизмы творческой деятельности? А потому что большинство из нас, к сожалению, является рабом тех стереотипов, которые у нас с вами рабались. Из-за того, кто-то может его одержать. Стереотипы, 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 а не автоматизмы. Автоматизмов нет, а стереотипов выше крыши. Как дела, говорим мы? Хорошо, нормально, это стереотип. Но он не автоматизм. Каждый раз мы произносим это по-разному. Очень творчески. Но очень часто обижаемся, когда нам начинают рассказывать, как дела. Известный анекдот, когда говорят, что в общем, упал на грудь за оплату, ушел от ответа. Значит, мораль из того кризиса, который я сейчас формулирую, заключается в следующем. Сложившиеся способы действия, живые движения. Но они сформированы в определенных обстоятельствах. И это значит, в новых обстоятельствах всегда осуществляется акт творчества. Когда мы должны увидеть, что здесь можно так же. А может быть нельзя. А может быть даже и не нужно. Что трудного в поднятии руки, если голосуем на профсоюзном собрании? Что трудно, если голосование открытое, а речь идет о судьбе человека. Поднимается рука или нет? И мы начинаем вдруг смотреть, что делают наши начальники. Преферентные для нас люди. Раскрывается целая парида творческих актов, где личность становится либо личностью, либо под лицом. И это тоже творческий акт. Я готовил к юбилею Алексея Николаевича Леонтьева статью «Вопросы психологии». Она называется так. «Леонтьев и Галькелин. Диалог по времени». Вы знаете, знакомились с рукописью Алексея Николаевича, которые опубликованы были в книге «Философия психологии», вышедшей в 96-м году. Я обнаружил буквально текстуальное совпадение, формулированное того, чем должна заниматься психология. То есть эти люди стояли на одной позиции полностью. Хотя это независимо друг от друга. Это были черновики, которые оставались у Алексея Николаевича. Это был Галькелин, который занимался этой разработкой на 20 лет позже. Многие вещи очень трудно рождаются только потому, что мы смотрим, а как на них посмотрят другие. Один из парадоксов, здесь сидят несколько учеников Петра Яковлевича, подтвердят, как трудно Петр Яковлевич выпускал свои публикации. Для него отдать печать, это означало что-то преодолеть в себе на уровне большого личностно-морального-нравственного шапка. Бывали случаи, когда он отзывал рукопись из редакции, и в редакцию рукопись не возвращалась. Были вещи, когда нужно было просто у него отнимать, для того, чтобы они куда-то пошли. Он работал над каждой рукописью годами. Хотя это может быть статейка на 10 страниц. О чем это говорит? О том, что человек подходил к творчеству. А что значит творчество в этом смысле? Это значит преодоление самого себя. Я хочу в этой связи подчеркнуть, и этот момент для меня очень значим, что по сути дела, анализируя концепцию Якова Александровича Пономарева, мы должны увидеть, а что все равно мы должны преодолеть в самих себя. Что нам нужно сделать, чтобы сделать шаг вперед? Первый. Предварю эти слова известной немецкой пословицей. Я обычно ей заканчиваю, но сейчас, думаю, удобнее сказать раньше. Немецкая пословица. Из всякого свинства можно вырезать кусочек ветчины. То, что я сейчас буду говорить, может показаться чем-то аналогичным в первой части этой пословицы. Но я надеюсь, что вторая часть у кого-то тоже останется. Натурализм. Творитель человек один на один. Для меня это вопрос принципиально. Мне представляется, и я это в своей публикации достаточно давно уже пытаюсь прописать, что паразигма индивидуализма или индивидности творчества это итог трехсотлетней жизни индивида в неком пространстве, где с него спрашивают, а что ты сделал? А лет триста четыреста назад этот вопрос был бы неуместен. Средневековая жизнь не предполагала человека-творца. В лучшем случае это была мастерская, цепь, корпорация. В свое время мое юношеское впечатление из зала Рубенса в Эрмитаже. Когда он успел нарисовать столько много, и это только небольшая часть его коллекции, которая есть у нас. Но у Рубенса была мастерская. И уже известно, что часто роль Рубенса заключалась в том, что посмотрев, как нарисовано, он ставил свою подпись для заказчика. Так кто работал? Рубенс? Современный пример. Кто-нибудь был в галереи Узураба-Царопейка? Сходите. Посмотрите. И вы увидите. Это не может сделать один человек. Но везде стоит подпись. Не оценивай. Не оценивай. Моя задача дать перекличку времен. Вы слышали, что понятие рабы это понятие не семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и какой-то части двадцатого. Это нормальное слово, которое употребляется в творческих вузах, где человек, делающий работу, занимает себе помощников. И они называются рабами. Потому что их слова нет. Работа есть. Не случайно слово работа, а докторедуе к слову раб. Работа может быть интересной, высоко оплачиваемой, но это не труд. Это работа. С всеми вытекающими отсюда психологическими последствиями. Что это означает? Творчество долгие столетия, я бы сказал тысячелетия, были продуктом коллективной деятельности. И лишь постепенно, по мере развития средств производства, некоторые люди стали резюмировать эту коллективную деятельность в свои, в конкретные. Но она тоже коллективная. Ее коллективность заключается в средствах труда, которые он пользуется. В политехническом музее работает постоянная выставка. Знаете, это выставка миниатюр. Имеется в виду следующий миниатюр. Скажем, на срезе волоса написан портрет Монны Лизы. Человек сделал портрет, как себе. В общем, как сказали, жабкое хобби. Вы когда на срезе волоса сделаете что-нибудь аналогичное? Совершенно очевидно, сделает какой портрет может человек, владеющий инструментарием миниатюризации своей деятельности. С точки зрения продукта, это не сборчество. С точки зрения процесса, безусловно, это процесс создания определенных способов и средств деятельности, которые позволяют решить данную задачу. Задача малоинтересна по результату, но очень важна по способу. И оказывается, такое творчество является самым главным. Но очень незаметным. Очень многие творческие вузы, а мне пришлось порядка 20 лет, я даже продолжаю как-то 4 пункти на эту деятельность, работать в творческом вузе. Этот творческий вуз архитектурный вуз. В архитектурном вузе профессионально учат творческие деятельности. Не ожидают, что вдруг положатся помочь ли их продукт и интуитивно усмотрятся, а сдавать надо завтра. Значит, надо что-то делать. Скажем, задача, которая очень характерна. Студенческая задача первого курса. Нарисовать мемориальную доску имитирует соответствующий материал. Скажем, мраморит. Трудно сделать мраморит. Очень хорошо надо постараться руками и головой для того, чтобы изобразить на бумаге как будто бы мраморит. Что придумали студенты? Они берут несколько красок, наливают туда бензин, размешивают их, круто-круто, и затем малярной кистью по доске изображают. Получается удивительно похоже на мраморит. Что делают преподаватели? Они нюхают работу. Потому что задача была на ручное изображение. Машина может сделать еще лучше, но тогда при чем твое мастерство. В творческом гузе учат способом деятельности, когда оценивают продукт. Поэтому порой так трудно проходить по залу консерватории, где мы слышим гаммы, распевы и так далее, и так далее, одно и то же в десятки раз, что там происходит. А происходит именно творчество. То есть обладение способами деятельности, которые нет у данного человека. Еще одна зарисовка из музыкальной жизни. Вы знаете, что один из одно из испытаний в консерваторию, это наизусть исполнение любой фуги из баховской книги хорошо темперированной клавиеры. Это два тома, какого сочинения. Если вы посмотрите на этот клавиер глазами не музыканта, то вы поймете, что выучить это невозможно. Никакой же решетки с этим будет справиться. Но этим надо владеть. Это уровень. Уровень анализа нотного текста. И такое владение с ним, чтобы приемная комиссия сказала «да, ты котен». Разные примеры. А смысл один. Творчество это всегда коллективная деятельность, в которой мы овладеваем определенными методами, средствами и способами, порой не зная, как мы это делаем. И тогда найденные способы выступают побочным продуктом, который случайным образом вдруг осознается, который случайным образом вдруг выступает в сознании. Не случайно, опять я хотел вам подчеркнуть, Яков Александрович Панарев специально подчеркнул, какое же значение имеет формирование внутреннего плана действий для того, чтобы осознавать, что ты действительно уже приобрел. но если мы встаем на эту точку зрения, то совершенно очевидно, что необходимо этой деятельности специально учить. Потому что творчество это всегда преодоление уже сложившихся способов деятельности. Объективизм. Да, в концепции Панарева объективизм нормальная система. Газ взимодействует два объекта. И объект, на который воздействую я, таким же образом воздействует на меня. Но вопрос заключается в том, если мы вдруг признали общественную природу этого творчества, то позвольте, ведь и объекты когда являются общественными. Я со студентами играю на лекциях и спрашиваю их, что это. Студенты к третьему курсу вспоминают, потому что я начинаю это на первом. Потому что вначале ответ очень естественный. Это ручка. Откуда вы знаете? Вы ей писали? А может где-то пистолет? А может где-то фотоаппарат? Всем являются современные телефоны. Почему они называются еще телефонами? Хотя там есть кинокамера, MW3 плейер, записная книжка и звонка телефонов. Кредитная карточка. Вы продолжите. Что такое объект? Мне кажется, и здесь работает парадигма индивидуализма. Объект берется как некая ясная и четкая вещь. А на самом деле? А на самом деле для меня любой объект, как и субъект, универсум. И то, какими сторонами он произведет во мне побочные изменения, да какими угодно. Я ушел в эту аудиторию, у меня отек нос. Я взаимодействую с чем-то, что было здесь до меня. И у меня аллергическая реакция. Побочный продукт? Коллеги, я хочу подчеркнуть этим. Взаимодействие категории не раскрывающие природы самого объекта. Потому что объект то универсум. И поймем понять, какие побочные продукты он во мне произвел, как еще в одном объекте, осознание не поможет. Потому что раз это универсум и это универсум, то естественно и соответствующие результаты тоже универсум. И наконец, последний мастер, логика. Рассматривать логику как систему функционирования определенных стереотипов можно. И для большинства может быть это единственно возможный способ рассмотрения логики. Но является ли это пол рассмотрения логики. С точки зрения формы возможно. Но может быть и форма обманчива. Может быть то, что мы считаем как будто мы сложившимся, как будто мы уже функционирующим, на самом деле тоже развивается. Если мы станем на эту позицию, то мы увидим, что в самой науке логики у нас есть разные точки зрения. Одна это математическая логика. Неважно содержание, важна форма, форма сложившаяся, нет вопроса. Вся индустрия программного обеспечения построена на этой логике. Есть логика другая, логика диалектическая, которая говорит, что если ты сказал, что есть А, то ты тем самым сказал, что есть не Б. Потому что А это и не Б. И значит даже понятка ты должен ступить в отношении с этим Б, чтобы понять в чем оно не Б. Но кроме Б, если В и Г и Т, и значит каждое А это не само по себе А, а каждый раз другое А, зависит от того, в какой связи и в каком отношении тебе это фиксируют. И если ты становишься на эту позицию, то выясняется, что в творчестве можно двигаться по разным векторам. Первый, я, как Александр еще показал блестящим образом, это падение. Это выпис. Когда логика отказывает тебе, и ты надеешься на интуицию. И вторая, когда ты понимаешь, что твоя логика недостаточна, сзади логики серьезно. И задачи технологии творчества я заканчиваю из глубины, то есть идущей вниз, глубины, интуиции, подсознания, бессознательно, может стать вершиной. То есть движение вперед и вперед. А там пусть я дал наши горы, они помогут нам. Спасибо за внимание.